Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Анастасия задаёт его. Общелась с мужчиной, оба были в браке, потом оба развили. С него есть ребёнок не от жены, после расстались. Мне нужны были отношения, а он хотел воспитывать ребёнка и попытаться создать семью там. Но прошло время говорит, что нужна ему. Скучает, спрашивает, почему там не живёт, толком не отвечает. Говорит, не понимает, что нужно той женщине. Я попросил его разобраться в себе, чтобы решил точно, либо мы прекращаем общение, либо пытаемся начать с чистого листа. Стала подумать до конца месяца, он сказал, что хочет обратиться к психологу, что я делаю неправильно. Вроде с одной стороны хочу быть вместе с ним, но делить его с другой женщиной не буду. К ребёнку отношусь спокойно, негатива нет. У самой той же есть. Как не построить свою линию поведения правильно? В первую очередь хочется сказать, что для того, чтобы построить, как вы говорите, свою линию поведения правильно, необходимо с вами более серьёзно поговорить. То есть необходимо задать вам вопросы. Необходимо с вами пообщаться. Вот. Только после этого, только после того, как с вами пообщаемся, после того, как выясним особенности вашей личности, особенности отношений, можно уже будет о чём-то говорить. Пока что, на мой взгляд, говорить особо не о чём, потому что слишком мало информации вы предоставили нам. Второе, о чём хочется сказать, это то, что, в принципе, постановка вопроса, такая как, как мне, вот, вы спрашиваете, построить поведение правильно. Вызывает вопросы. Потому что, что значит правильно? Правильно это как? Так. Кто определяет, вот, что правильно, да, а что нет. Как бы это, на мой взгляд, очень такая важная часть. Важная часть данного вопроса. Потому что, извините, то, что, то, что правильно, не всегда совпадает с тем, что чувствует человек, с тем, что человек хочет, с тем, что человеку нужно и так далее. Поэтому давайте как-то вот всё-таки мы, наверное, с вами немножечко отойдём от элемента правильного поведения, от элемента правильного общения. И больше зададимся вопросом, чего вы хотите. Больше зададимся вопросом, как вы хотите. Больше зададимся вопросом, что нужно вам. Вот. У меня такое ощущение, что самостоятельно вы решите этот вопрос как будто бы не можете. То есть у меня возникло такое ощущение, да, у меня возникло такое впечатление, что самостоятельно у вас не получается это сделать. То есть не получается самостоятельно понять, что вам нужно. Вот. И вы ждёте, на мой взгляд, от мужчины, того, что бы он решил за вас. То есть, иными словами, вам довольно сложно опереться на себя и самостоятельно принять какое-то решение. И именно вот это вот, вот это вот ощущение неопределённости, а точнее даже то, как вы справляетесь, может быть, с этим ощущением неопределённости, и вызывает основные вопросы. На мой взгляд, по крайней мере. И, соответственно, с этого я предлагаю вам начать. То есть я предлагаю вам начать от того, да, как вы сами относитесь к мужчине, да, как вы сами его видите, мужчину, и что вы чувствуете к нему, к мужчине. И дальше уже, соответственно, можно будет что-то делать. Дальше можно будет как-то действовать. Сейчас пока это выглядит вот так, что вы просто пытаетесь опереться на человека. В этом нет ничего хорошего, потому что у мужчины, в общем и целом, судя по тому, что вы описали, да, у него хватает как-то вот своих проблем. Вот, мужчина, ну, мужчине немножечко не до того, чтобы брать ответственность за вас. Вот это ни хорошо, ни плохо, это просто факт. Поэтому я бы, я бы как-то вот на это постарался бы обратить внимание ваше. Следующий момент, как я понял, это не первое ваше отношение, где что-то идет не так. Т.е. я так понял, что проблемы в отношениях у вас были и до того, как вы вот, собственно, начали, ну, взаимодействовать. с человеком, да, проблемы были раньше. И это всё выдаёт некоторую такую, знаете, может быть, глобальную проблематику, касающуюся вашего подхода и к отношениям, в принципе, и к себе, в принципе. Да, то есть некий такой вот получается деструктивный сценарий поведения, где у вас в принципе и в целом не складываются отношения с мужчинами. И на мой взгляд, работать нужно и с этим аспектом. Тоже, потому что, извините, но на вас это влияет и влияет достаточно сильно. Не будем этого скрывать. Негативный жизненный сценарий, который может у вас быть, ну, не факт, что он есть, но может у вас быть, негативный жизненный сценарий, вполне способен оказывать существенное влияние на то, как вы ведёте себя в отношениях с человеком. Косвенно вы на это намекаете, когда говорите о том, что вы хотели отношений. То есть, обратите внимание, не с человеком быть вы хотели, но хотели отношения. А в отношениях вы чего хотели? Вот на что нужно обратить внимание. В отношениях-то вы чего хотели? На мой взгляд, разобраться в себе сначала необходимо, принять собственное решение, то есть вам самостоятельно нужно принять, ну, принять решение, вам самой нужно принять решение. вам самой желательно определиться с приоритетами, какие они у вас и просто поддерживать эту модель. просто поддерживать эту стратегию и всё. Согласитесь? Не так это и сложно. Согласитесь? не так. НО. НОВАМ! Вам почему-то это трудно. Вам почему-то трудно опереться на себя. И вот это, на мой взгляд, очень важный момент. Поэтому я бы предложил вам действовать именно таким образом. Нет, вы имеете полное право не делиться, как вы сказали, с другой женщиной-мужчиной. Но немного смущает здесь то, как вы воспринимаете человека. Немного смущает то, как вы относитесь к человеку, как вы его видите. Потому что, когда я говорю делиться, ну, есть некое такое предметно-объективно-объективно. То есть, восприятие как объект, а не как личность человека. Чувствуется здесь и некоторая ваша такая, может быть, тревожность. Чувствуется здесь некоторая ваша такая неуверенность в себе, как будто бы. И это тоже играет большую роль. Это тоже играет большую роль в том, как вы чувствуете себя, как вы ведете себя в отношениях и так далее. Все это имеет значение. Все это имеет большое значение для отношений. Что можно сказать? Неправильно, например, то, что вы давите на человека. Да нет, нет, нет. Почему? Почему это неправильно? Если вы, к примеру, ну, не считаете для себя какие-то вещи предъемлемыми, то имеете вы, в целом, полное право так себя выставить. Другой вопрос, конечно, заключается в том, насколько это продуктивная модель, насколько это полезная модель, модель поведения. Вот это интересно. На мой взгляд, конечно, совершенно нет. На мой взгляд, такая модель поведения совершенно деструктивна. Потому что, ну, вы по большому счету ничего не добиваетесь. А мужчине действительно нужно решить свои проблемы. Вот он говорит, что, ну, что хочет обратиться к психологу. Ну, и, на мой взгляд, это очень хорошее и здравое решение. Только почему-то вы считаете, что вы как-то неправильно себя ведете. Вот, я бы все-таки сделал ставку на то, вот, лично я бы сделал ставку на то, что вы хотите отношений. Я бы сделал ставку именно на это. Там есть потребность в отношениях, но игнорирование при этом самого человека, и воль его личности, того, что он между вами не один раз приводило к негативным последствиям. Ну, и, вот, честно говоря, в вашем случае, да, ситуация может быть, в принципе, такой же. Ситуация может, ну, складываться так еще. То есть, когда мне возьмёшь отношения, да, а не сам человек. Вот вы говорите, вроде, с одной стороны, хочу быть вместе с ним. У меня вопрос, а что вы в это вкладываете? Ну, то есть, что вы вкладываете в то, что вот хотите быть вместе с ним? Ну, я думаю, что совершенно очевидно, что это можно вкладывать очень много. совершенно очевидно, что в это можно вкладывать всё, что угодно. И нужно понять, как кажется мне, что вы в это вкладываете лично вы. Понимаете, да? Какая штука. То есть, я хочу, я надеюсь, показать вам, что ситуация немножечко может быть более. Глобально, в том числе, я хочу, чем вы сейчас её увидите. Вот. Понимаете, да? И, на мой взгляд, ну, по моему мнению, по моему мнению, нет какой-то такой однозначно правильной модели, модели поведения. Потому что отношения выстраивают оба человека. Их. Ну, э, что-то, что-то, конечно же, зависит от вас что-то, но далеко не всё. Вот если вы, ну, если вы постараетесь для себя вот эти вещи увидеть, если вы постараетесь вот это для себя отделить от того, что происходит сейчас, вы способны на мой взгляд, увидеть то, что вы довольно близки к тому, чтобы быть в треугольнике Карпмана, да, то есть вот где есть вот третий, вы довольно близки к тому, чтобы как-то давить на человека, чтобы он дал вам некую, скажем так, определённость. вот, а ему вам эту определённость дать с одной стороны очень сложно, с другой стороны может быть и не хочется, с другой стороны может быть он и не хочет давать. вам эту определённость потому, что тогда ему придётся определиться. А определяться человек, скорее всего, сейчас, на данный момент, никак. Вот. Мне кажется, что есть такие, такие, знаете, совершенно чёткие моменты, где вы себя предавали, где вы себя предаёте и предавали. Мне так кажется. Мне так кажется, что такие моменты есть. И вот эти моменты, где вы себя предавали, вот эти моменты, где вы ну, в себе как бы что-то подавляли, да, сейчас играю с вами злую шутку. человек как бы увидел, что вы можете ну, в каких-то моментах наступать себе на горло, да. Человек увидел, что в каких-то моментах вы можете ставить кого-то выше, чем, ну, выше себя, как бы. Ну, вот. И, в общем, в целом, это всё вам ничего хорошего не дало. Вот. как мне кажется, вот, вам нужно выработать свою позицию, какой бы она ни была. и после этого, после того, как вы свою позицию выработаете, просто её этой позиции придерживаться. и, собственно, говоря, всё. Ну, надо понимать, что у этого есть своя цена. Нужно понимать, что вы ответственны за это. Вы ответственны за то, какую позицию придерживаться. И мужчина может уйти. Поэтому, прежде чем принимать решение и вырабатывать, как вы говорите, какую-то поведенческую модель, имеет смысл разобраться в себе, что я вообще хочу. Вы же когда говорите о том, что я его попросил решить. Я попросил его решить, что мы делаем. Почему-то вы взвалили на него ответственность за себя. с себя. Я думаю, что вот этот момент в купе с тем аспектом, где ну вот где вы пишите, что вы были в отношениях развелись. Вот эти моменты все в целом и создают такую вот картинку весьма не счастливых взаимодействий между вами мыши. Более того, развод, который у вас произошел, случился с вашим мужем, например. А тоже нужно пережить. Тоже нужно прожить чего вы поправьте, если я ошибаюсь, не сделать. Ну до сих пор. То есть вы не прожили развод, не разобрались в его аспектах, в его первопричинах. так скажем. А правда в том, что те же самые причины сейчас не позволяют вам. Правда в том, что те же самые проблемы, которые были вот с вашим мужем, они сейчас не позволяют вам действовать корректно, сбивают вас, сбивают вас с толку. поэтому давайте разберемся в ситуации, которую вы описываете. вот разберемся в ситуации по возможности попробуем. Пусть пусть мужчина обратится к психологу, я бы сказал, что вам вдвоем имело бы смысл обратиться к психологу и вдвоем поработать над своими отношениями, да, чтобы вы там может быть как-то себя лучше вот смогли понять нас, чтобы мужчину вы смогли смогли бы лучше понять, чтобы лучше увидели его историю, причину там, ну, причину его тех или иных выборов, которые возможно сейчас ну, кажутся странными вот, и это могло бы, ам, как мне кажется выработать дальнейшую стратегию, ну, дальнейшую стратегию. стратегию того, как вам действовать. Вот, и, если я, например, ну, не могу быть уверен в том, что это решит ваши проблемы, прямо вот с ее минуту, то, по крайней мере, вы будете видеть, куда вы двигаетесь, сейчас вы пока этого не видите. Ну, оно и понятно, сложно, как бы, видеть, да, когда, вот, есть, какой-либо такой элемент тревоги, элемент неопределенности, и так далее. Вот, но поверьте, поверьте, все это, все это, все это, все это корректируется. Вот. при желании, да, при необходимости, если такая вот потребность есть, да, то все это прорабатывается, и все это решается. Вот. Важно только, чтобы вы этого хотели. Вот. неопределенности. А я бы сказал, что у меня нет на данный момент ощущения, что вы хотели бы в своей жизни, вот, что-то меняло. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не прав. А если я не прав, то я буду очень рад ошибаться. Но пока что, выглядит все не очень хорошо. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, был интересен, дал пиши для размышлений. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И удачи. Удачи. Удачи.